если вы уже посмотрели игру в кальмара то помните как загадочный ведущий по одной лишь пули определил что на их остров проник полицейский ведущий сказал что выстрел был сделан из револьвера смит и бессон модель 60 который состоит на вооружении полиции южной кореи и проникший на остров чунхо действительно служил в национальном полицейском агентстве южной кореи и табельным оружием южнокорейских полицейских действительно является смит и бессон модель 60 здесь ведущий оказался полностью прав единственная несостыковочка что у чунхо был показан не смит и бессон модель 60 а смит и бессон модель 19 тот же самый револьвер которым поголовно вооружены и модераторы игры в красно-розовых комбинезонах так что сделать такой вывод ведущий по пуле никак не смог бы но в сценарии все было прописано верно так что этот косяк на совести тех кто отвечал за реквизит я уже несколько раз рассказывал о том что многие наполеоновские войска которые воевали в испании шили себе мундиры из местного коричневого сукна поскольку сукно регламентированного цвета было часто недоступно и в связи с этим можно было встретить легенды что те или иные солдаты чаще всего эту историю рассказывают про драгун якобы ограбили католический монастырь и форму себе пошили из монашеских ряс оказывается есть еще одна похожая история про русских воинов актырский гусарский полк который отличился во время отечественной войны 1812 года и последовавших за ним заграничных походах изначально носил форму коричневого цвета как гласит легенда когда актырцы дошли до франции их мундиры уже изрядно потрепались и для пошива новых мундиров им также пришлось позаимствовать сукно у монахов на этот раз французских благо цвет подошел один из фильмов марвел не имеет почти ничего общего с оригинальным одином из скандинавской мифологии во-первых почему он старик в мифах один действительно превращался в старика только когда путешествовал по другим мирам чтобы его никто не узнал но от вас гарде маскироваться ему уже не было никакой необходимости поскольку один отведал молодельные яблоки он перестал стареть и сидеть поэтому настоящий один никак не мог иметь седые волосы по сохранившимся данным из саг можно с большой долей вероятности утверждать что оригинальный один имел рыжие волосы прямо как его сын тор которого в marvel тоже полностью переначали на свой лад сагах также упоминается что у одина был золотой шлем лишнее говорить что в действительности такого быть не могло однако например существование стального шлема с золотыми накладками выглядит уже более реалистично также в сагах постоянно упоминается лохматый синий плащ одина выполнены вероятнее всего в технике ворсового плетения которое было популярно в раннем средневековье посмотрите на эти уникальные фото их уникальность заключается в том что на них запечатлен самый известный греческий бандит томас ганхарас скорее всего в 1923 году во время первой мировой томас служил в греческой армии но когда узнал что местный землевладелец изнасиловал его жену томас несколькими товарищами дезертировал и ушел в подполье живя за счет бандитских налетов и разбоя в 1919 году их поймали но уже в двадцать первом году томасу вновь удалось сбежать и на протяжении двух лет он успешно скрывался от правоохранителей которые его искали предчувствуя свою скорую гибель томас вместе со своими бандитами пришел к местному фотографу и попросил сфотографировать свою банду фотограф был шокирован поскольку бандиты нарядились в традиционную одежду прошлого века белые фустанеллы греческий килл и серебряные цапразии греческие мужские украшения таким образом томас хотел остаться в памяти не как бандит дезертир а как благородный разбойник клев который борется с несправедливостью а вы знали что знаменитая песня черный ворон изначально была сочинена унтер офицером невского пехотного полка николаем веревкиным в 1837 году песня рассказывала об умирающем русском солдате который просит черного ворона передать родным новость о своей гибели постепенно песня ушла в народ обычный солдат пехотинец почему-то превратился в казака кавалериста песня настолько стала популярной что даже атаман всевеликого войска донского петр краснов на полном серьезе считал ее песни донских казаков времен кавказской войны но настоящий бум популярности этой песни произошел после выхода в 1934 году фильма чапаев где черный ворон использовался в увертюре и финальном марше после этого песня стала популярна не только в войсках но и у простого народа и стала действительно народной а про первоисточник в лице пехотного унтер-офицера уже никто и не помнит вы не поверите но у исландии совсем нет собственной армии однако одно единственное сухопутное вооруженное формирование все-таки есть называет исландская группа кризисного реагирования но она подчиняется не министерству обороны как в других странах а министерству иностранных дел это не шутка даже более чем логично поскольку основным предназначением этого формирования является участие в миротворческих миссиях за границей в частности в косово и в афганистане примечательно что исландцев обучают норвежцы они же предоставляют ими все необходимое вооружение снаряжение и униформу разве что нашивки и кокарды бойцы исландской группы кризисного реагирования носят со своим флагом а то их можно было бы перепутать с норвежскими солдатами и хорошо что другие страны еще не додумались создавать боевые формирования для своих министерств иностранных дел дум-дум может означать не только экспансивные пули которые расширяются при попадании в цели из которых можно сделать такие красивые цветы на английском дум-дум также может значить просто дурак или тупица и это было очень красиво и остроумно обыграно в фильме кто подставил кролика роджера в нем главный герой эдди имеет мультяшный револьвер которому идет 6 мультяшных патронов дум-дум при выстреле пули сами могут изменять свой полет и по сути должны всегда попадать в цель но по факту они являются довольно глупыми и не могут понять куда делась скрывшаяся за углом цель в русском переводе эту игру слов перевели как пуля дура хотя оригинальный контекст куда глубже ну и как же обойтись без отсылок к джоджо ну и как же обойтись без отсылок к джоджо ну и как же обойтись без отсылок к джоджо ну и как же обойтись без отсылок к джоджо